Вопрос об интеллигенции решается персонально. Мы одной ногой уже живем при коммунизме. Михаил Васильевич, зрители задают такой вопрос. Почему вот всегда говорите, цитируя, в частности, классиков, о том, что именно рабочий класс является прогрессивной силой, а как же там учителя и врачи? Давайте вот этот момент тонкий еще раз поясним. Ну, во-первых, это неточное выражение. Я никогда не говорю, что только он является прогрессивным. Я говорю, что он самый прогрессивный является. А вопрос о том, кто и в какой степени является прогрессивным, этот вопрос решается материалистически. Кто в этом объективно заинтересован по своему положению? Ну, вот возьмите положение нынешней интеллигенции и положение нынешнего рабочего класса или положение интеллигенции рабочего класса при социализме. Пожалуйста, там тоже такая же разница. Одни уже наполовину занимаются тем, таким трудом, который их развивает, не отупляет, не забивает, не во вредных условиях, не, так сказать, безопасности для здоровья и жизни, как, скажем, те люди, которые все время подвергают себе опасности. Ну, те же самые взрывники там на шахтах или шахтеры, которые гибнут при определенном количестве выработанного угля. То есть мы, вот люди умственного труда, мы хотя, скажем так, имеем всякие тяготы и проблем очень много у нас, и трудностей очень много, таких же, как у рабочих, но мы одной ногой уже живем при коммунизме. То есть мы занимаемся трудом, который нас развивает. А люди, которые занимаются трудом материально-производителем, как правило, занимаются трудом, который их не развивает, а который, так сказать, ведет к деградации. Поэтому они себя в известном смысле объективно приносят в жертву. И в этом смысле они герои. Кто больше заинтересован в этом самом полном коммунизме? Те, кто уже имеет, так сказать, время для свободного развития. Вот я, например, живу в свободное время общества. В обществе создаются материальные блага, а интеллигенции живет в свободное время общества. А они, так сказать, живут в необходимое время общества. Они создают материальные блага для всего общества. Вот в этом и разница. Поэтому дело не в том, что представители умственного труда не прогрессивны. Если они действуют в интересах в том же направлении, в направлении уничтожения классов, в направлении сокращения социального неравенства, вот тогда они прогрессивны. А если они действуют таким образом, что помогают буржуазию укреплять их диктатуру, то они реакционеры. Поэтому вопрос об интеллигенции решается персонально. Из интеллигенции одни служат рабочему классу, другие служат буржуазией. А третий болтается между буржуазией и рабочим классом. И этих третьих вообще нельзя уважать. Поэтому надо, надо, так сказать, выбрать для себя. Ленин говорил так, вы говорите, давайте по эту сторону баррикады или по той. А если вы будете посерединке ходить, вот по баррикаде, вас и забьют, и убьют. Потому что стрелять будут с двух сторон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok